Чем отличается мечта от цели вообще? Мечта – это то, что нас окрыляет, да, то, что как парус наш, да, вот он мой парусник, как парус наш, который ведет нас по жизни, да. А цель – это та часть мечты, за которую мы берем на себя ответственность. Цель – это то, что нужно достигнуть, обязательно нужно достигнуть. Ну, кому-то удобно ставить цель по смарт, да, вот, чтобы она была осязаемая, видимая, там, тигрица какая-нибудь, да, вот она только когда видит ту добычу, которую она может достать легко, только тогда у нее начинает вырабатываться вот этот вот дофамин, который заставляет ее получать удовольствие от продвижения к этой цели, от продвижения. А, допустим, кого-то стимулируют только те цели, которые невыполнимые, невыполнимые. Но прокачиваться, если этот навык целеполагания в себе вырабатывать, нужно на каких-то небольших задачах, а потом постепенно уже можно и к невыполнимым переходить. Я невыполнимые люблю. Ну, так вот, так вот, а вы поняли, НЛП предполагает грамотное целеполагание. Вот на нашем НЛП-практике мы учимся формировать цель, в технике хорошо сформированный результат. То есть грамотные шаги по постановке цели в раппорте с бессознательным, потому что, в общем-то, прописать планы – это ерунда все, потому что этих планов, кто пробовал, их может быть куча, но почему-то ничего не реализуется. А, во-первых, правильное состояние, во-вторых, конструктивный наблюдатель, потому что все системно. Вы, наверное, замечали, что рядом с каким-то человеком работает легко, и все получается, а рядом с другим человеком все как-то валится из рук, и сам себе кажется каким-то не таким, неуспешным, неудачником. Хуже, если это близкие родственники, но это, правда, уже отдельная тема. Так вот, так вот, цель структурирует жизнь и дает энергию. Обязательно нужно ставить цели. Обычно все наши страхи перед тем, как осуществить свою цель, и вообще даже перед тем, чтобы ее поставить, потому что мы начинаем смотреть из сегодняшнего дня, туда и думаем, елки, сколько же всего нужно сделать, целую гору для того, чтобы до этой цели дойти. А в технике хорошо сформированный результат, мы сразу же в раппорте с бессознательным, да, вот, оказываемся в ней и проживаем ее по всем модальностям. Что я там вижу, когда у меня это уже есть? Что я там слышу? Как я одета? Какие у меня при этом ощущения физические? Что я чувствую? Как звучит мой голос, да? И все это мы по-настоящему проживаем. Все это мы по-настоящему проживаем. Вот. И мы действительно должны это по-настоящему прожить. А потом уже включаем ретроспективное видение и идем дальше. Идем дальше. Как мы идем дальше? Просматриваем свои шаги на пути к этой цели. Да? Вот за год. Да, вот, допустим, я поставила рамочку временную на год себе. Как я знаю, что успешный дух этой цели за месяц до того, за три месяца до того, за полгода до того, за девять месяцев до того. И просто ощутить себя в каждом пункте по достижению цели. Вот знаете, как говорят про успешных предпринимателей, которые, собственно, могут являться моделями для этой техники, хорошо сформированный результат. Собственно, с них Гриндер с Бенглером и брали эти умения, да, эту стратегию. Про них команда говорит. Шеф сходил в видение, и теперь легче умереть, чем не сделать это. Шеф сходил в видение, прожил, увидел это, и все, теперь он включил режим неизбежности, и обязательно он будет в этой цели, еще команду на это подрядит. Вот. Если эта тема была вам интересна, и вы готовы это использовать в своей жизни, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До следующей встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok